Привет подписчики и привет всем кто смотрит мои видео. Если вы смотрите мои видео, тогда вы знаете как и откуда начать искать проблему, если у вас на машине горит на приборке чек и возникают ошибки, пропуски восприменения, сожигание в цилиндрах. Почему все это так, мы уже прошли тут теорию и кто не смотрел, смотрите обязательно. Знание это сила и если знаешь, значит вооружен. Ссылки оставлю ниже под видео. В этом видео коротко расскажу об одном интересном случае, который для опыта пригодится многим, даже владельцам других марок автомобилей, так как принцип везде одинаков. Просто блок управления разных машин запрограммирован так, что некоторые очень чувствительны и сразу подают сигнал, чек, чтоб владелец вовремя нашел и исправил неполадку. Несколько недель назад заметил, что при запуске двигателя на приборке иногда чек подмигивал, просканировал на OBD2 и высветился ошибка пропуска восприменения в третьем цилиндре. О-о-о, сразу заподозрил, что нарушена герметичность двигателя и где-то помаленьку мотор засасывает лишний воздух. Хоть немного, но бортовой компьютер уже реагирует на это и просит устранить неполадку, показывая чек на приборке. Ну ладно, подумал я и начал искать подозрительных мест на двигателе, откуда там может воздух засасываться. Как и где искать я рассказывал в других видео и ссылки будут внизу в описании. Искал, искал и ничего подозрительного, кроме почти незаметного масляного запотевания около маслоотделителя не нашел. Если вы помните, я эту крышку уже снимал два раза. Первый, когда несколько месяцев назад я заменил внутреннюю мембрану. И второй, когда я показывал в одном из моих видео, как легко проверить мембрану маслоотделителя. Видимо, держатели крышки повредились. Так как сильных запотеваний масла пока еще не было, решил не торопиться и наблюдать, что дальше произойдет. Дальше было то же самое. Прошло несколько недель и запотевание около крышки маслоотделителя росло и решил заменить его. Слава Богу, запасная крышка у меня была. Купил раньше на Алиэкспрессе в сборе крышку и мембрану. Кому нужно, ссылка будет для покупки ниже в описании. Заменил крышку и, как и ожидал, пропуск. Чек на приборке пропал. Все мы после этого живем мирно и без аварийного знака. Ну и в конце видео просто подписаться на канал и спасибо всем за внимание. Комментируйте видео и ставьте палец вверх.